всем привет привет сегодня третий день моего дневника правильного питания и давайте посмотрим что на этот раз я буду кушать сегодняшнем дне мой завтрак начинается поздновато в 10 часов утра я решила поднять свою попу с кровати и сегодня на завтрак у меня будет овсянка но здесь в тропических странах я решила ее делать с кокосовым молоком кстати говоря мне многие советовали это действительно очень и очень вкусно кокосовое молоко во первых очень полезно и здесь очень много полезных жиров и действительно очень интересный вкус придает овсянки а рядом я сделаю диме обыкновенная лати как вы помните он у меня овсянку не любит и в овсяночку я еще добавлю немножко протеина где-то около 15 грамм для того чтобы было немножко сладко кстати говоря еще один секрет опять опять и снова опять арахис измельченный арахис я добавляю уже сразу же в овсянку и вот это сочетание овсянки кокосового молока и арахиса ребята это просто какое-то райское наслаждение мне кажется рафаева нужно было сделать именно из этого и рядышком я добавлю еще немного яблочко для того чтобы было вкуснее и в принципе все на этом мой завтрак готов я сажусь на диванчик смотрю телевизор заодно проверяя свою почту отвечая на сообщение в общем все как обычно а ну-ка признавайтесь кто делает также лучший держатель для телефона это колени ну а перекус у меня был в час дня мы решили с димой пойти к бассейну я сделала обыкновенную воду с добавлением листочков мяты кубиков льда и еще огурчика вот такая вот моднявая детокс вода у меня получилась на самом деле очень освежает и если еще и прохладно это вообще будет супер и кстати один бананчик я все-таки ухватила потому что они не просто начинают пропадать ну и конечно же плавательные процедуры мы с димой очень часто резвимся в бассейне это может быть от часа до двух часов смотря какая погода и кстати говоря это очень хорошая кардио почему бы и нет особенно если это после тренировочки и кстати говоря к морю мы ходим очень редко потому что живем рядом с бассейном и я не вижу в этом смысла просто так обед у нас был четыре часа дня и я решила сделать самый обыкновенный обед в моей жизни по которому я очень и очень соскучилась но поверьте когда три месяца ты ешь непонятно что и это кажется обыкновенной и очень и очень вкусной и самое главное полезной едой да да еще раз да это гречка я ее здесь нашла и я просто безумно довольно да как видите я обжариваю обыкновенное куриное филе и мне кажется нет ничего вкуснее и лучше и полезнее чем сочетание гречневой каши и куриного филе возможно целыми кусками а возможно порезанными как у меня я сейчас еще добавляю это лучок немножко морковки в общем мое типичное блюдо которое я очень-очень люблю и всегда это очень вкусно и полезно получается кстати говоря в свою порцию я добавляю себе 5 столовых ложек гречки а в димону 8 столовых конечно у него побольше порция будет и если вам интересна моя порция так что вот она такая 5 столовых ложек мясо я стараюсь не жалеть потому что белок он нужен 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 добавлю немножко помидорки и в принципе все наш обеде готов очень-очень вкусный я очень скучала по такой еде так что ребята цените вашу гречку гречневая икра она в нынче очень дорогая и как обычно я кушаю работаю кушаю работаю и теперь самая интересная часть сегодняшнего видео которые вы так ждали что же у меня в холодильнике давайте заглянем вместе на первой полочке у меня капуста морковка лук дальше у меня идут огурцы помидоры брокколи капусты какие-то непонятные штуки которые еще не пробовала на следующей полочке у меня лежат какие-то грибы я надеюсь мне не будет после них каллюцинации но на самом деле они очень-очень вкусные я люблю их делать какими-то макарошками в общем добавлять к мясу дальше у меня какая-то зеленая лапша тайская которую мне не очень понравилось проростки и гороха по-моему и яблочки и конечно на самом почетном месте у меня хранится а на нас о да и на самой верхней полке морозилки у меня лежит филе курицы свинины и кальмарчик за здесь у меня яйца какие-то медикаменты а здесь у меня зернышки базилика я вам потом расскажу о них немножко опять яйца молоко кокосовое молоко чесночок протеин какой-то тайский соус и водичка вот в принципе все о моем холодильнике теперь давайте перейдем шкафчику здесь у меня овсянка рис перловка 1 до вас какой-то из темные он мне тоже не очень понравился во первых он очень-очень долго варится и не очень вкусный гречка конечно же дальше у меня остатки макарошек грубого помола горох различные приправки дима как-то их покупал арахис еще приправки и конечно же сода и вместе с солью и и наконец-то ужин дима мне сегодня помогает он занялся мясом кстати если он вместе со мной готовит он готовит обязательно только мясо ну а я как обычно буду делать салатики сегодня я буду делать салат из тунца мне очень понравились эти консервы они действительно очень вкусные и качественные так что я буду думаю часто и брать здесь кстати говоря сок от консерв я просто выливаю раковину да раньше я помню я просто макала хлеб эту чудо жидкость и ела этот хлеб о боже давайте забудем эти времена кстати говоря это не лук зеленый а просто какая-то травка тайская и кстати очень душистая естественно немножко нарезаю яичек у меня будет здесь четыре или пять яиц не помню честно говоря добавляю все это в смесь перемешиваю тщательно и мой чудо вкусненький салатик готов кстати я его очень часто делала и там дома у себя и здесь очень полюбила поэтому вы тоже попробуйте если еще не пробовали до этого кстати говоря с тунцом гораздо вкуснее чем с обыкновенными сардинами да и полезней в ту раз у нас все готово я высыпаю димону прелесть на тарелочку он просто обжарил куриное филе добавил немножко морковки ничего супер естественного но он это сделал это он сам сделал салатик мы делим практически поровну мне конечно же меньшая часть достается большому ребенку в семье всегда больше достается кушаем смотрим телевизор и потом ложимся спадки но вам большое спасибо за просмотр встретимся завтра пока пока